И вроде бы это правда, но все равно ощущение такое, что кто-то кого-то пытается обмануть. Посудите сами. Нафтогаз уже догоняет по прибыли Газпром. За минувший год прибыль украинского монополиста увеличилась почти на 50% по сравнению с 2016 годом. И достигла почти 40 миллиардов гривен. У Газпрома, похожие показатели, около полутора миллиардов долларов. Но российский монополист хоть газ добывает, чтобы потом его продать. А нафтогаз же в основном добывает только деньги из наших карманов за перепроданный газ. Почему в МВФ не хотят учитывать вот этот простой факт? Обсудим буквально через несколько минут. А сейчас короткое напоминание, как нафтогаз превращается в главную сокровищницу страны. Рекордные прибыли, миллионные зарплаты и премии. Все за счет украинцев. Пока в нафтогазе отчитываются о рекордных доходах, люди готовятся к новым платежам. Ведь с июня газовый монополист хочет считать стоимость голубого топлива для населения по-новому. Чтобы весь газ, который люди используют сверх лимита, подорожал более чем на 60%. Сейчас тысяча кубов стоит 6900 гривен. А летом может вырасти до 10-11 тысяч. При этом нормы потребления, в которые большинство украинцев и так не укладываются, хотят уменьшить. А значит подорожание коснется миллионов потребителей. При том, что пользуемся мы вовсе не импортным, а нашим добытым в Украине газом. По оценкам экспертов, он должен стоить не более 3,5 тысяч гривен за тысячу кубов. А никак не 7 и тем более не 11 тысяч. И пока правительство эту инициативу нафтогаза не одобрило. Хотя и теперешние завышенные тарифы обеспечивают работникам НАК безбедную жизнь. Деньги идут на миллионные зарплаты и премии руководителям монополиста. В прошлом году глава нафтогаза Андрей Коболев насчитал себе и топ-менеджером компании премии на сумму 200 миллионов гривен. При том, что сам он и так получает зарплату 2 миллиона гривен в месяц. К слову, свои доходы Коболев от украинцев решил скрыть. Его декларацию за 2017 год в компании засекретили. Однако, если не журналистам, то правоохранителям ее явно вскоре раскрыть придется. Еще в позапрошлом году генпрокуратура возбудила против топ-менеджмента нафтогаза уголовное дело за служебную халатность, из-за которой бюджет потерял миллиарды гривен.